Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. Эти же слова мы слышим и в Евангелии от Матфея. Сегодня мы читали Евангелие от Марка. Что такое хула на Духа Святаго? Первое, это упорное и сознательное отвержение спасительной благодати Божией. Второе, поношение или отрицание бытия Третьего Лица Пресвятой Троицы Духа Святаго. И третье, богохульство вообще. Под хулой на Духа Святаго Бога Человек Иисус Христос подразумевает отрицание, оскорбление своего Божества. А хулой на Сына Человеческого – оскорбление своего человечества. Иисус сказал эти слова после обвинения фарисеев в том, что он силой князя Бесовского изгоняет бесов. Хулана Духа Святаго – это отвержение человеком очевидного действия Божественной благодати. То есть, когда человек еще не верующий, и он не имеет личного духовного опыта, и мало, или вообще ничего не знает о Боге, то его слова и даже насмешки в сторону Христа, Церкви и верующих людей простительны. Но когда человек и знает Бога, и видит действие Божественной благодати, и продолжает отрицать очевидное, и более того, приписывает это действие демоническим силам, как это делали фарисеи по отношению ко Христу, то это уже сознательное богоборство, богохульство, и этот грех не будет прощен. Поэтому надо быть очень внимательным и осторожным в суждениях, и тем более в осуждениях других людей. Когда человек ревнует по Богу, и Бог дает ему некий дар или талант, в этом случае, по нашей гордыне, в раб рода человечества может возбудить в нас зависть, которая способна довести нас до прямого богохульства. Мы можем из зависти и злобности своей назвать человека безноватым, в то время, как через него может являться прямое действие благодати Духа Святаго. И, кстати, мы видим, что в разное время многие христиане безноватыми считали и будущих святых. Почитайте, как насмехались над праведным, святым праведным Яном Хронштадтским, даже в церковной среде. А теперь он нами любимый и очень почитаемый святой. Вот и сейчас, отпуская смешки и называя человека безноватым, бездоказательно мы можем осудить святаго. Поэтому изо всех сил стараемся не осуждать ближних, за их, как нам может показаться, излишнее или показное благочестие, чтобы самим не быть осужденным навечно. Хулана Духа Святаго – это богохульство вообще и упорное отрисание очевидного действия спасительной благодати Божией. Тут я хочу в очередной раз обратить ваше внимание на хорошо известный нам всем символ веры, который мы каждый день читаем на молитвном правиле и поем на каждой литургии форум. Так вот, в символе веры нет ничего лишнего. Каждое слово говорит о правильном исповедании Бога. И очевидном для каждого христианина действии благодати Божией. Каждое слово наполнено благодатью Духа Святаго. Отрицание любого члена символа веры является богохульством и извергает человека из Церкви Христовой, который является телом Христовым, а голова у Церкви сам Христос. То есть богохульник сам себя делает отмершим сухой ветвью на живой глазе виноградника Божия, а сухие ветви отсекаются и сжигаются. Вот такая участь этих людей. Человек теряет связь с источником жизни, со Христом, по своей собственной воле, по своей гордыне. Мы часто видим, что люди гордые и склонные к осуждению ближних, невзирая на учение Церкви, упорно связывают благодатность Церкви и таинств церковных с личными грехами служителей Церкви и даже с ее рядовыми членами. Эти люди, будучи искушаемы собственными похотями, грехами своими, по словам апостола Павла, видят в окружающих грешников и из этого под воздействием собственной гордыни и демонов выносят суждение о благодатности или безблагодатности Церкви, забыв, что тайный совершитель в православной Церкви является не священник, а сам Христос. И если бы действие благодати Божией в Церкви зависело от грехов ее членов, то, учитывая, что все люди грешны, все до единого, только один Христос безгрешен, то, значит, и сами хурители грешники, и по их логике спасение получается вообще невозможно, и жертва Христова была напрасна. То есть, когда мы видим или думаем, что видим, что какой-то священнослужитель согрешает, и на основании этого отказываемся подходить к нему под благословение, а мы знаем, что благословляющая рука священника – это благословляющая десница самого Христа, отказываемся причащаться из его рук и тому подобное, то тем самым мы отрицаем и благодать священства, и благодать прочих тайн стерковных, и благодатность всей Церкви, а значит, и отрицаем жертву самого Христа. Мы дерзаем утверждать, что что-то или кто-то может быть сильнее Бога. Мы знаем один пример, когда некто решил, что он якобы Бог, и имя ему – Сатана, лжец и клеветник. Так вот, когда мы решаем, что какие-то поступки священника, епископа или даже патриарха могут умолить благодать Святого Духа в Церкви, и отказываемся от причастия, то мы богохульствуем и лишаем сами себя жизни вечной, и становимся верными учениками дьявола. Какая дерзость утверждать, что кто-то или что-то, грехи людей, штрих-поды какие-то, чипы, антихвизм и прочая тварь, могут быть сильнее Бога-Творца. Только безумие может оправдать такого человека, когда больной психически не может отвечать за свои слова и поступки, то есть не действует поступки. Живой пример этому недавнее отпадение от тела Христова о святой, единой, соборной и апостольской церкви бывшего с хиегумена Сергия Романова и группы его почитателей. То, что сейчас происходит в этом монастыре, и Мирянин теперь уже Романов изображает как актер в божественную литургию, это прямое кощунство и хула на Духа Святаго, ну, либо безумие. И это не уже не осуждение с моей стороны, а константация доказанного факта. Прошло достаточно времени, и мы уже видим плоды так называемого богословия этого человека. Грех раскола по учению церкви не смывается даже мученической кровью, так как у лана Духа Святаго не будет прощена вовек, но подлежит вечному осуждению по словам Христа. Чтобы не попасть нам в хитрые сети дьявола, нам надо быть бдительными, грамотными, знать свою веру, не быть доверчивыми и все испытывать, ко всему подходить с рассуждением. И бояться, как огня гиенского, любого проявления осуждения ближнего. Для начала надо научиться хотя бы вслух не осуждать людей, держать рот на замке и открывать его только на таинской исповеди, где мы и расскажем Христу, присвидетели, священники, не то, что он, она, они, оно, такие, разы такие, мы не оправдаемся грехами других людей, даже грехами патриарха мы не оправдаемся. А то, что мы расскажем, а то, что мы сами злые, гордые, осуждаем, завидуем и прочие дела нечестивые творим. И попросим Бога нас простить и вести жизнь вечную. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok